Микрорайон Бахчеванджи в этом году в центре особого внимания главы городского округа Андрея Булгакова. Об этом он сам рассказал на встрече с жителями. Они попросили его приехать и подготовили список проблем, требующих первоочередного решения. На первом месте вопросы благоустройства. Вот, например, у дома 30 по улице Беляева после ремонта теплотрассы не восстановили пешеходную дорожку. Глава поручил это исправить, а также огородить полисадник, где местные автовладельцы любят парковать машины. Вообще парковки в Бахчеванджи – особая тема. Уже несколько лет власти муниципалитета сносят здесь незаконные гаражи-ракушки. Но металлических конструкций во дворах еще очень много. Просьба какая? В первую очередь, я думаю, все меня поддерживают. У нас вдоль гаражей там стоят ракушки. В них по 200 литров бензина хранится, я проходила, просматривала. У них хранится там такой вот баллон, который сваркой занимается. И самое главное, что под этими ракушками большая труба водонапорная, которая поет весь городок наш и уходит в звездные. Не дай бог прорвет трубу эту или что там будет. Просьба какая? В первую очередь, убрать ракушки и сделать там стоянку для машин. Продолжая тему благоустройства, Андрей Булгаков сообщил жителям, что в наступающем сезоне в Бахчеванджи активно продолжится реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий. И я попросил дополнительные деньги выделить в Бахчеванджи на благоустройство дворов, то есть больше, чем в других микрорайонах. Одним дворам благоустройство, другим работа и совсем иного толка. Но к ним Андрей Булгаков попросил отнестись с пониманием. По обращению администрации округа губернатор выделил межрайонному водоканалу, который теперь отвечает и за теплоснабжение, дополнительные средства на модернизацию сетей. И в этом году, вы не пугайтесь, это не Бахчеванджи после бомбежки будет, а мы будем действительно много копать и менять сети и подводки к домам. Участков, требующих внимания властей в Бахчеванджи, хватает. Поручения даны директору управляющей компании «Жилищник», руководителю филиала «Теплоресурс». В частности, привести в порядок покосившиеся опоры воздушные теплотрассы около дома 30. Дан срок – две недели. Здесь надо не просто поправить, а нормальное решение исправить. То есть я хочу приехать сюда и увидеть ровные опоры, приведенные в порядок, но это вторая очередь, главное – ровные опоры. Трассы закреплены сверху, но как бы нормативно. Пожалуй, главный коммунальный вопрос в Бахчеванджи – теплоснабжение. Проблем с этим хватает каждую зиму. Через микрорайон проходят только транзитные теплотрассы. Но уже в этом году в рамках госпрограммы начнется строительство здесь собственной котельной, а также реконструкция инженерной инфраструктуры. Мы уже получили разрешение на строительство, да, а по строительству мы в течение апреля уточняем документацию и начинаем торговую процедуру. И летом начнем строить. По просьбе жителей администрация рассмотрит вопрос формирования пешеходной зоны от 30-го дома до школы номер 13. Она уже заасфальтирована, нужно установить опоры освещения, решить проблемы отвода воды, установки лежачих полицейских на пересечениях с дворовыми проездами, а еще благоустроить стену школы. Глава поручил привести в порядок аварийный выход и окно, а стену украсить каким-то тематическим панно в стиле граффити. В ходе совещания также обсудили с жителями проблемные вопросы по конкретным адресам. Протечки кровли, ремонта ям во дворах, вырубки аварийных деревьев и другие. Они взяты на контроль, поставлены конкретные сроки. Но глава округа обратил внимание, что без участия жителей в обустройстве своего дома порядка так и не будет. Напомнил, что впереди нас ждут субботники, которые жители Бахчеванджи не должны проигнорировать. Ирина Микета, Сергей Максимов, Щелковское телевидение. Продолжение следует...